За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 162 происшествия, из них 7 преступлений, 6 из которых раскрыто. По одному проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечен к ответственности 51 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал один человек, причинен материальный ущерб. 19 января 2017 года на автозимнике в 216 километрах от поселка Хорягинский Ненецкого автономного округа водитель автомобиля 1968 года рождения, не справившись с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. С 15 по 25 января проверка проводится на зимних автодорогах. На территории вахтового поселка Хорягинский Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Вахта». Проверено 503 лица, находившихся в поселке Хорягинском и убывавших с вахты, а также один гражданин Украины. Выявлено 28 административных правонарушений. В целях пресечения фактов нарушения установленного порядка приобретения, хранения, использования гражданского оружия с 17 по 19 января на территории округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье-2017». Проверено 83 владельца оружия, составлено 33 акта проверок, приглашено в Центр лицензионной разрешительной работы для составления протоколов 12 человек. Принято 4 заявления на утилизацию оружия. Изъяты 2 единицы огнестрельного оружия. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 20 января 2017 года по 22 января 2017 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушение общественного порядка не допущено. В ночь с 18 на 19 января 2017 года жители Ненецкого автономного округа встретили светлый праздник Крещения Господня. По традиции совершить обряд купания в районе Качгартинской Курьи пришли все желающие. Сотрудники полиции совместно с дружинниками добровольно-народной дружины и сотрудниками отдела Росгвардии по Ненецкому автономному округу обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий. 17 января 2017 года в дежурную часть полиции поступило сообщение, что около гаража, расположенного у жилого дома номер 8 по улице Титова города Наринмара, собака укусила девочку 2002 года рождения. Родители доставили девочку в приемный покой Ненецкой окружной больницы, где ей была оказана соответствующая медицинская помощь. Полицейскими установлено, что собака находилась в гараже на цепи, но самостоятельно освободилась от ошейника, бежала из гаража и бегала по улице. Согласно статье 6.1.1 закона Ненецко-автономного округа об административных правонарушениях, ответственность за самовыгул питомца ложится на хозяина. Штраф предусмотрен от 1 до 3 тысяч рублей. Решение о наложении штрафа принимается на заседаниях административных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Ненецкого автономного округа. Уважаемые граждане, сотрудники полиции обращают внимание граждан на принятие мер по обеспечению своих питомцев специальными средствами – поводками, ошейниками и намордниками. 20 января в Актовом зале администрации города Наринмара состоялось расширенное заседание коллегии Управления МВД России по Ненецкому автономному округу, на котором подведены основные результаты оперативно-служебной деятельности управления за 12 месяцев 2016 года. В работе коллегии принимали участие губернатор Ненецко-автономного округа Игорь Кошин, главный федеральный инспектор Степан Бобрецов, прокурор Ненецко-автономного округа Николай Егоров, уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе и уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе, Руководители органов исполнительной и судебной власти округа, местного самоуправления, правоохранительных органов, председателя общественного совета и совета ветеранов при управлении Министерством внутренних дел, а также представители средств массовой информации. В ходе расширенного заседания озвучены итоги оперативно-служебной деятельности. Начальник управления, полковник полиции Олег Яковлев отметил положительные тенденции в динамике и структуре преступности, а также сделал акцент на имеющихся недостатках и определил конкретные задачи на 2017 год. На территории Ненецкого автономного округа стартовала общероссийская акция «Студенческий десант», проводимая в преддверии Дня российского студенчества. В рамках акции для студентов подготовлены следующие мероприятия. Стажировка в подразделениях, демонстрация спецсредств, встреча с ветеранами, спортивные состязания и стрельба из стрелкового тренажера, предназначенного для обучения из пистолета Макарова. Сотрудники группы по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу в социальной сети ВКонтакте выявили факты публичного демонстрирования нацистской свастики. В рамках проверки установлено, что жительницы Наринмара размещали изображение нацистской символики на страницах социальной сети, доступных для просмотра неопределенному кругу лиц. Решением Наринмарского городского суда жительницы Наринмара 1982 года рождения и 1977 года рождения привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу устанавливают местонахождение гражданки Корзовой Эльзы Николаевны 25 октября 1981 года рождения уроженки поселка Красное Ненецкого автономного округа, которая в период с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы. Рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, лицо круглое, глаза большие, на вид около 35 лет. Была одета в пальто балоньево-серого цвета с капюшоном, на котором расположен мех, свитер, на вороте которого имелась новогодняя мишура, джинсы синего цвета, сапоги черные по щиклотку. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефону 02-421-26-8-999-090-39-91. Сотрудники полиции просят жителей Наринмара и Ненецкого автономного округа оказать содействие в установлении личности трупа мужчины, обнаруженного в Изобильнинском районе Ставропольского края. Предположительно являющимся жителем Ненецкого автономного округа. Приметы обнаруженного трупа. На вид 55-65 лет, рост 189 см, худощавое телосложение, волос короткий седого цвета, борода седого цвета. Был одет. Камуфлированная куртка, темные брюки, рубашка темно-коричневого цвета с рисунком в виде мелкого ромба. Особые приметы. Между большим и указательным пальцем имеется татуировка в виде крестика размером 1,5-2 см. На левом предплечье татуировка СОС. На правой стопе татуировка Паша, надпись «Столбик». При наличии информации о личностных данных этого человека, а также иных сведений, способствующих его опознанию, просьба сообщить старшему оперуполномоченному отделу уголовного розыска управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу Александру Бокуреву по телефону 8-911-551-1607. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 0-2 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин